Та-дам! Здравствуйте, мои дорогие Хома! Ваш Сапиенс не подвёл? Вы всё правильно поняли, это действительно рекорды моей планеты, и я, Тимофей Баженов. Сегодня, благодаря мне, одни зрители узнают для себя что-то новое, а другие с гордо поднятой головой скажут, а я и так это знал. Уверен, первые будут преобладать над вторыми. Начнём! В этом выпуске вы узнаете, кто же самые опасные животные на моей планете. И я имею в виду не каких-то там акул и тигров, а тех зверей, что легко могут оказаться на пороге вашего дома, или, что ещё хуже, в самом доме. А далее вы увидите самых необычных животных, которые в определённых точках планеты считаются самыми обычными. Короче, они для иностранцев, как голуби для нас. Поехали! Представьте такую ситуацию. Вы спокойно сидите на диване в своей квартире, тянете руку за пультом, чтобы переключить телевизор на канал «Моя планета». Но вместо пульта вы нащупываете что-то огромное, страшное и волосатое. И я сейчас не про руку вашего деда. В России такого не бывает, верно? А вот в отдалённых уголках планеты это обыденная реальность. Какие только ужасные звери там не обитают. А какие, я вам и расскажу в своём рейтинге. Что вы думаете, когда слышите слово «Скалопендра»? Это смешное слово. Согласен. Но поверьте, когда вы встретитесь с ней лицом к лицу, вам будет не до смеха. «Скалопендра» – пятое место моего рейтинга. Вот она, эта коварная шипастая гадина. Многие наши зрители узнали в этом монстре-моногоножку. Действительно, у неё есть и такое имя. Но согласитесь, «Скалопендра» куда больше подходит к её внешнему виду. Обитают они и на территории России. Но, разумеется, уступают в размерах своим тропическим сородичам. Какая же у нас всё-таки прекрасная страна! Если соберётесь гулять по тропическим лесам, запомните. Укус «Скалопендры» не смертельный. Но приятного будет мало. При укусе они выделяют ядовитую слизь, которая оставляет ожог на коже. А может и вызвать опухоль и высокую температуру на неделю. Всё зависит от того, всосали ли вы с молоком матери иммунитет к яду скалопендр. Кто-то скажет, да не надо её трогать и всё. Эх, если бы это было так просто. К сожалению, столкновение со скалопендрой всегда происходит внезапно. И хотя зверь медлительный, неагрессивный и слабовидящий, ха, прямо как моя соседка-бабулька, выгнать её из дома будет сложновато. Это я про скалопендру, а не про соседку. Кстати, некоторые любители экзотики и вовсе не хотят их выгонять, а наоборот, держат в качестве домашних питомцев. Но сто раз подумайте, прежде чем заводить такую зверушку. Она может не оценить вашу заботу. Внимательный зритель заметил намёк на представителя следующей строчки моего рейтинга. Всё верно. Это... Конечно же, это скорпионы! Обитатели южных широт и ваших ночных кошмаров. Скажу сразу. Вопреки распространённому мнению, укус скорпиона совсем не смертелен для человека. Шанс отдать концы примерно один к трём стам. Но это не значит, что можно гладить скорпиончиков, когда вам вздумается. Бывали случаи, когда люди днями лежали под капельницей в полуобморочном состоянии после знакомства с их жалом. Что-то подобное вы могли ощущать после новогодних праздников. Но всё же есть разница. Скорпионов считают олицетворением коварства. И правильно считают. Они могут долго поджидать свою жертву в укромном месте и нападают в самый неожиданный момент. Существует теория, что именно скорпионам мы обязаны появлению газонов. В высокой нескошенной траве риск встретиться с этим малоприятным насекомым просто зашкаливает. Поэтому во время колонизации Индии англичане приказывали стричь вокруг домов траву, чтобы всё было видно, как на ладони. Внимание! Сейчас я буду шутить. Смею предположить, что потом англичане пинали ползающих по газону скорпионов и так придумали футбол. Но за точность этой версии не поручусь. А судя по следующим кадрам, скорпионы ещё и очень вкусные. Если вы собираетесь отдыхать в жарких странах, вот вам несколько практических советов, как вести себя при встрече с ними. Не делайте резких движений. Всегда имейте при себе лекарства от анфилактического шока. И, наконец, всегда будьте на чеку. Самое страшное в скорпионах – это их непредсказуемость. Оказавшись в помещении, скорпион легко может спрятаться под одеялом или залезть в домашние тапочки. Брррр! Нет, ребята, мне так до конца рейтинга нервов не хватит. Но я держусь ради вас. Поехали дальше. Что же за чудище ждёт нас на третьем месте? Кто-то скажет, что нет ничего ужаснее скорпионов и многоножек. Господа, господа, вы что, совсем забыли про змей? Третье место! Смеи уже миллионы лет наводят ужас на всё живое. Они ведь могут и укусить вас, и задушить, и проглотить живьём. А могут всё и сразу. В общем, мастера своего дела. Настоящий рай для этих адских созданий – Таиланд. Ползающие существа могут встретиться вам везде, даже свалиться с дерева. И что-то я сомневаюсь, что вам будет по душе этот шарф из натуральной змеиной кожи. В Бангкоке сто лет назад даже основали институт Пастера – крупнейшее место в Азии по изготовлению противоядий. После появления этого института смертельных исходов от укусов стало гораздо меньше. Хорошо, что в России такие змеюки не водятся. А то у нас пока скорую дождёшься, лучше эти 30 минут потратить на завещание. Змея никогда не нападает первой, а наоборот старается убежать, в смысле уползти. Но, допустим, вам попалась дерзкая змея, которая, как районный гопник, встаёт в позу и желает с вами перетереть. Тут, как и в случае с районным гопником, лучше не делать резких движений и медленно удалиться. Чаще всего змеи в Таиланде встречаются в сезон дождей, когда их норы затапливаются. В это время советую закрывать двери, окна, а ещё лучше завести кошку или собаку, которые отпугнут ползучих тварей. А ещё лучше не ездить в сезон дождей в Таиланд. Ну, тут лучше увидеть, чем услышать. Ещё чуть-чуть, и я соберу четвёрку самых страшных существ нашей планеты, которых можно обнаружить в своём доме. И помогут мне в этом австралийские пауки. В Австралии пауки везде. Это правда. Их тут порядка десяти тысяч различных видов. Естественно, среди такого разнообразия найдётся хоть один смертельно опасный экземпляр. Природа ведь развивалась на континенте обособленно от остального мира. И поэтому с пауками тут всё по-другому. Я вообще удивлён, как там прижились люди. Наверное, каждый колонизатор был вооружён пылесосом. Для австралийца привычное утро выглядит так. Проснулся в уютной постели, умылся, приготовил вкусный завтрак, выпил чашечку ароматного кофе, смахнул с потолка гигантское мохнатое чудовище и пошёл на работу. Самый распространённый паук, который часто заглядывает в гости к людям – паук-хансмен, что в переводе означает «охотник». Вот назвали бы его как-нибудь по-другому. Было бы не так страшно. Ну, например, паук – дружелюбный сосед. И сразу захочется его погладить. Впрочем, несмотря на своё грозное имя, хансмен кусается несмертельно, хотя довольно болезненно. Да и со смелостью у него беда. Предпочитает бросаться на утёк при виде человека. Короче, совсем не оправдывает своё имя. Напротив, он даже может сослужить вам хорошую службу – ловить мух и прочих назойливых гадов. Или помыть за вас посуду. Шутка. Они в этом деле вам не поможут. Но это не значит, что в Австралии нет других достойных моего рейтинга пауков. Например, паук «Чёрная вдова» оправдывает своё имя. Сами понимаете, как. Поэтому местные раз в год практикуют опрыскивание домов специальным раствором, отпугивающим пауков. А ещё лучше – перед тем, как поехать в Австралию, искупаться в этом растворе. Да, сегодняшний рейтинг, конечно, не для слабонервных. Давайте-ка переведём дух и перед объявлением победителя ещё раз перечислим всех участников состязания. Скалопендры, многоножки, уродины – называйте этих монстров как хотите. Они всё равно займут пятую строчку рейтинга рекордов моей планеты. Скорпионы похожи на скалопендр не только тем, что оба начинаются со СКО. Они тоже могут оказаться у вас дома. И даже хуже – у вас под одеялом. До третьего места доползли любимые всеми змеи. Этих очаровашек с избытком можно встретить в Таиланде и других странах Азии. А что касается Австралии, тут я с уверенностью могу сказать – это континент пауков. Они здесь властвуют и не собирают создавать позиции. В том числе и в моём рейтинге. Та-дам! А вот и победитель нашего рейтинга. Он гораздо страшнее всех пауков, скорпионов и змей вместе взятых. Ведь если он вас укусит, никакого противоядия вы не найдёте. Потому что это – белый медведь. На Чукотке и Аляске – это главные хищники. Всю жизнь они путешествуют по льдам Северного Ледовитого океана и охотятся на тюленей. Но в последнее время из-за таяния льдов в поисках еды медведи стали часто забредать в места обитания людей и даже в окна заглядывать. Так что Северный Мишка, спящий у вашего порога – это на Чукотке нормально. Да, под одеялом или в домашних тапочках вы его не обнаружите. Но это было бы совсем нечестно. Согласитесь, так и хочется потискать этого плюшевого зверя. Но пусть внешность Мимимишки вас не обманывает. Это хладнокровный убийца, безжалостный хищник, который может разорвать вас за секунды. Главное в такой ситуации не бежать. Медведь может быть и не быстрее у Сейна Болта, но уж точно выносливее. К тому же побег медведь интерпретирует как приглашение на ужин. Так что берите какую-нибудь палку в руки и принимайте бой. Медведь сразу распознает альфа-самца и отступит. А если у вас есть с собой ружье – вообще супер. Может, выстрел его и отпугнет. Вот такой он самый крупный наземный хищник в мире. Гроза тюлений и моржей. И самое главное – гордый обладатель первого места. Моего первого на сегодня рейтинга. Как ни крути, чтобы встретиться с этими животными в реальной жизни, нужно сильно постараться. А бывают звери и птицы, которых можно встретить на каждом шагу. Ну, например, для нашей страны это голуби. Голуби, голуби, куда ни плюнь, всюду они. Эти птицы даже слюны упримут за еду и мигом налетят. А вы когда-нибудь задумывались, что в других местах нашей планеты доминируют совсем другие животные? Скорее всего, нет. Восполним пробел. Сейчас я расскажу вам, какие животные или птицы подобны нашим голубям в других странах. Вас ждет немало откровений. Если в Индии с трепетом относятся к коровам, то в Японии души не чают в оленях. Но отнюдь не по религиозным соображениям, а, наверное, потому что олени очень хорошенькие. Именно они открывают рейтинг самых необычных соседей человека на планете. Вот, например, город Нара может смело претендовать на звание мировой оленьей столицы. В здешнем парке обитает порядка тысячи оленей. Подумаешь, я такое количество оленей каждый день на московских улицах встречаю. Правда, все они, как правило, за рулем. Но вернемся к оленям Нара. Согласно местной легенде, много лет назад божество с именем, которое и не смогу выговорить, приехало в этот город верхом на белом олене, который был его защитником. И, судя по всему, тот олень был очень любвеобильным, раз наплодил такое количество детишек. В общем, с тех давних пор местные жители почитают этих благородных животных. А до 1637 года убийство оленя вообще каралось смертной казнью. В наши дни олени потеряли статус священных, но трогать их все равно запрещено. Трогать в плохом смысле. А так гладь не хочу. Никаких заграждений в парке нет, олени спокойно разгуливают среди туристов, а какой-нибудь любопытный экземпляр может даже выйти на улицы и заглянуть в какой-нибудь бар. И опрокинуть там пару стопок с горя, потому что самка наставила ему рога. Простите, мой сценарист не мог не пошутить на эту тему. Короче, животные настолько привыкли к людям, что уже непонятно, кто с кем живет. Люди с оленями или олени с людьми. Скорее всего, второе, потому что олени в наглую требуют у жалких двуногих еду. Некоторые особи даже собираются в банды и под угрозой рогов вымогают у бедных туристов крекеры. Кстати, по-японски олень будет сика. Интересно, а как по-японски будет переходим к четвертой строчке моего рейтинга? Ух, нет, друзья, давайте-ка без лингвистических опытов. Переходим к четвертой строчке моего рейтинга. Кауаи – самый северный остров из основных гавайских островов. Остров невелик. Всего 50 километров в длину и 40 в ширину. Населяют его почти что голуби. Только петухи. Дикие петухи. Этих птиц тут тысячи. И называются они Моа. И на острове их просто туча. Откуда они там взялись? И почему они дикие? И что вообще происходит? Сейчас объясню. По одной версии, это одичавшие бойцовские петухи, завезенные относительно недавно филиппинцами. А по другой – тоже одичавшие куры, только привезенные таитянцами при первоначальной колонизации островов. В любом случае, петухи на Кауаи отлично себя чувствуют. Остров Кауаи не зря прозвали «остров-сад». Растительности здесь, простите, хоть клювом жуй. Плюс, это единственный остров, куда не завезли мангустов. Так что птицы не переживают по поводу хищников и занимаются только двумя вещами. Нежатся на солнце и увлеченно размножаются. Эх, вот это жизнь, сказка и мечта. Но вернемся к гавайским петушкам. Естественно, не стоит забывать и об основной функции петухов. На этом острове невозможно проспать. Кстати, люди прекрасно ладят с птицами. Во-первых, петухи притягивают на остров туристов. Во-вторых, птицы уменьшают популяцию ядовитых скалопендр. Привет моему прошлому рейтингу. Но, если честно, у аборигенов нет другого выбора, кроме как дружить с МАО. Потому что убивать петухов тут запрещено законом. А тем временем переносимся на третью строчку моего рейтинга, а вместе с ней в Гондурас. Нас ждут самые завораживающие рептилии планеты. Игуаны! Есть в Гондурасе одно местечко Ра-Тан Популярный порт круизных судов. А там, в свою очередь, есть еще одно маленькое местечко ферма Игуан где сотни рептилий свободно живут и выпрашивают еду у туристов. Ну, вылитые голуби. Если бы Игуаны еще и на машины, да на памятники гадили, вообще не отличить. Вот только внешне они все-таки выглядят более устрашающе. Взрослая особь может достигать двух метров. Правда, три четверти из этой длины будет занимать хвост. Но для статистики это уже не важно. Рискну предположить, что Игуаны дальние родственники доисторических драконов. Да, заявление не то, чтобы научное. Но вы попробуйте доказать обратное. Но пусть вас не пугает внешний вид этих созданий. Игуаны, по крайней мере, в Гондурасе довольно дружелюбные создания. Они живут по правилу «Вы нас не обижаете и мы вас не обижаем». Но вы нас еще и кормите. Не забывайте. Как вы поняли, Игуаны только с виду такие медленные и неуклюжие. В случае опасности они избавляются от балласта, в смысле от хвоста, и резко улепетывают. Так сказать, открыли Игуан двое известных ученых. Испанец Пьедро Сьоса де Леон и шведский натуралист Карл Линей. Причем, судя по описанию, испанец при первой встрече с Игуаной был очень голоден, поэтому в своих трудах описал ее так. Игуана похожа на ящериц Испании, но у нее большая голова и она более хищная. Есть ее можно, сняв кожу и зажарив. Это очень хорошая пища, как и кролики. Но с тех пор много воды утекло и каким-то образом Игуаны превратились из хорошей еды в домашних животных. Прирученная ящерица будет вести себя дружелюбно, но не думайте, что она будет приносить вам тапочки и подавать голос по команде. Характер у большинства из них довольно своенравный. Может посидеть рядом с вами, только если сама этого захочет. Двигаемся дальше. Впереди второе место. Совсем чуть-чуть не дотянули до первого места тайские обезьяны. Чего же им не хватило? Давайте разбираться. Второе место. В Таиланде вы встретите обезьян повсюду. Помимо джунглей они обитают на пляжах, в парках и могут даже забраться к вам в отель через окно. А что? Если принесут завтрак в постель, я совсем не против. Чем больше туристов в одном месте, тем больше хвостатых попрошаек. За лакомство они позволят себя погладить и даже сделать селфи. Например, на острове Пхи-Пхи существует целый пляж обезьян, которые с удовольствием развлекают туристов. Ну вы поняли. Это как сочинские фото с обезьянкой. Только в масштабах целой страны. А вот если в неоживленном месте Таиланда вы столкнетесь со стаей диких животных, то вместо игривых и милых обезьянок вас будут ждать агрессивные и нагло атакующие макаки. Могут покусать и даже оставить без бумажника. Советую вам идти в такие места налегке, без сумок, очков, украшений и телефонов. А властям Таиланда советую создать специальный отряд полицейских мартышек. Чаще всего в Таиланде можно встретить макак и гиббонов, но на территории страны также обитают орангутаны и лангуры. Первых еще можно увидеть в туристических местах, а вторые не спускаются с деревьев, видимо, считают себя эксклюзивными. Ну а перед объявлением победителя давайте еще раз вспомним, о каких животных шла речь в этом рейтинге. На пятой строчке олени, наводнившие японский городок Нара. Далее по списку петухи, да не простые, а дикие. Бронзовые призеры этого рейтинга игуаны. Одна игуана в зоопарке это уже интересно, а когда их целые толпы, да еще и вне клеток, это, согласитесь, достойно третьей строчки в нашем рейтинге. Как говорил Дарвин, побеждает сильнейший. Обезьяны Таиланда сегодня не победили, но может они эволюционируют и поборются за первое место в следующий раз. Та-да-да-дам! И, наконец, первое место в рейтинге самых необычных голубей планеты занимают кенгуру с острова Филиппа в Австралии. На самом деле в Австралии не так-то просто встретить скачущего по дороге кенгуру, который к тому же жаждал бы, чтобы его погладили. К диким животным лучше не лезть, врежут покруче Майка Тайсона, а удару кенгуру ребята нешуточный, может убить взрослого человека. Если он, конечно, не Тимофей Баженов. А вот в специальных парках, где кенгуру прикормленные, они сами с удовольствием к вам подойдут. Один из таких парков на острове Филиппа. Здесь вы можете купить специальный корм и сделать селфи с кенгуру столько, сколько вашей хипстерской душе угодно. Остров с кенгуру так и называется. Остров кенгуру. Каждый год сюда приезжает свыше 140 тысяч туристов, чтобы погладить кенгуру. К тому же это родина особых белых кенгуру валаби. Не путать с васаби. Вот вам они кажутся милыми, а местные жители считают их вредителями. Для них ничего не стоит перепрыгнуть трехметровый забор и вытоптать все грядки. К тому же эти гигантские сайцы большие любители выскочить ночью на проезжую часть в свет фармашины. Кстати, кто будет оплачивать ремонт машины? Сомневаюсь, что в своих сумках кенгуру хранят кошельки. Вот и все, ребята. Я рассказал вам о самых опасных представителях фауны и теперь вы вооружены. Ну, потому что предупреждены. А еще вы знаете, что за животные в больших количествах обитают в разных странах. Надеюсь, это было интересно. Ладно, хватит мне скромничать. Знаю, это было крайне интересно. А все потому, что это были рекорды моей планеты. Присылайте свои интересные и удивительные видео мне, а я обязательно составлю из них рейтинг. Адрес вы видите сейчас на экране. Меня зовут Тимофей Баженов. Еще увидимся. Не знаю, как ваше, а моя планета круглая. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров